Меня зовут Александр. Как вы уже сказали, что я отвечаю за платформу видеолента в Одноклассниках и больше 10 лет занимаюсь разработкой видео. А видео самое главное — это доставить контент с сервера на клиент. Поэтому очень много времени мы уделяли именно оптимизации интернета и увеличению скорости этой доставки. И вот этими всеми наработками я сегодня поделюсь с вами. Собственно говоря, сегодня мы с вами будем разговаривать весь следующий час про медленный интернет и, собственно говоря, что с ним делать, как его ускорять и так далее. Сложилась такая тенденция, возможно, вы меня переубедите, но что на самом деле не бэкэнд-разработчики, не клиент-разработчики никак не работают с плохими соединениями. То есть если у нас есть плохой интернет, найдите хорошее соединение, работайте с приложением. Все воспринимают сеть как данность, и то, что это нельзя ускорить. И сегодня как раз я вам докажу, что это можно ускорить. Собственно говоря, кто был в такой ситуации? К вам приходит тестировщик, друг, знакомый, менеджер, показывает вам ваше приложение, говорит, вот оно тут медленно грузится на старте, не качает данные. Что мы обычно отвечаем? Ну, типа плохой интернет, возможно, сервер затупил. Поднимите руку, кто из вас берет профайлер и начинает смотреть, что там происходит? Ну вот немногие. Надеюсь, что к концу доклада все будут брать профайлер и смотреть, что там происходит. Отлично. Собственно говоря, зачем вообще работать в плохих сетях? Вот скриншоты популярных социальных сетей, которые, собственно говоря, после 10 килобайт данных вполне способны вам нарисовать ленту, написать, кто что сделал, и даже, возможно, отобразить какие-то изображения размазанные. Поэтому, в принципе, если вы думаете, что ваше приложение нужен хороший интернет, вот ограничьте себе скорость, скачайте 10 килобайт и посмотрите, что у вас после этого появится на картинке. Теперь еще немножко про статистику. Как обычно, британские ученые собрали очень интересную статистику, которые сказали, что чем быстрее средняя скорость интернета в стране, тем больше люди потребляют мобильное видео. Вау, неожиданно доказали и молодцы. Ну, собственно говоря, отсюда и понятно, что для развития сервиса вам нужно будет ускорять интернет. Для чего вам это еще, может быть, потребоваться? Если у вас приложение на миллионы пользователей и у вас много-много людей, которых находятся в зоне плохого интернета. Если у вас жизненно важная услуга, вы какой-нибудь банк, мне нужно быстро перевести деньги, у меня Wi-Fi в аэропорту, я за границей, еще что-то, я открываю, у меня там пытается приехать реклама, рекомендации, еще что-то, я не могу воспользоваться просто базовой услугой. Когда вам еще нужно ускорять? Когда это ваше конкурентное преимущество? Люди пользуются тем мессенджером или той звонилкой, или тем сервисом, который работает лучше в плохих условиях. И, собственно говоря, удержание пользователей. Если вы хоть что-то пользователю уже показали, и ваше приложение продолжает грузиться, скорее всего, он останется и, может быть, дождется данных. Так, отлично, мы выяснили, что зачем. Давайте начнем с картины мира. Простая картина мира. У нас есть какой-то сокет, клиент, мы отправляем туда данные, все примерно представляют, что он нарезается на какие-то пакеты, она куда-то там улетает, с другой стороны приехала. Все ровно идеально. Вот, но в проводных сетях такое еще может быть. Но в беспроводных сетях у нас всегда есть последняя миля, которая выглядит в виде Wi-Fi, 3G, еще чего-то, вот, который на самом деле любит немножко нам подпортить сеть. Как он нам любит подпортить сеть? Ну, стандартная ситуация – это packet loss. Когда вы отправили пакетики, у вас пакеты начинают теряться. По нашим замерам у наших клиентов порядка там 0,6%, это средний packet loss по больнице. Я видел packet loss и до 50% в некоторых странах СНГ, не буду называть, в средний по стране. Reordering – это такая штука, когда вы пакеты отправляете пачкой, они на самом деле последовательно, там 1, 2, 3, 4, 5, вы их пронумеровали, собственно говоря, на клиента, они пришли, например, в разнобой. И еще одна такая штука интересная, это называется jitter, когда вы пакеты шлете равномерненько, а при этом на клиент они приезжают с интервалами. То есть приходит одна пачка, потом пропажет, ну не пропажет, в смысле задержечка, потом еще другая пачка. Это тоже из особенностей беспроводных сетей, асимметричных каналов, переключений и прочих вещей. Если у вас, например, один пакет дошел за 100 миллисекунд, другой за 150, другой опять за 100, то у вас jitter будет где-то 50 миллисекунд. Это вот вариация доставки пакетов. С этим всем мы будем бороться, с этим всем прекрасно справляется TCP. И обычно вы не видите, как он с этим справляется. Но если ему помочь, то будет лучше. Собственно говоря, какие проблемы мы сегодня будем решать? TCP изобрели в 70-х годах в эпоху проводного интернета. Тогда не было беспроводного интернета, который отличался вот этими высокими пакет-лосс, jitter, реордерингами. TCP развивался, конечно, и пытался вам помочь, но в принципе сейчас ему стало совсем трудно это делать. Ну и особенности мобильных сетей, типа динамически меняющихся параметров, то, что у вас сначала пропускная способность была большая, потом большой провал, потом опять вернулось, асимметричные каналы, смена IP-адресов, которые TCP вообще никак не переваривает, если вы поменяли с сотой одной на другую, у вас полностью обрывается connection, заново все это устанавливается. Мы еще посчитаем, сколько установка TCP-соединения стоит. Вот, собственно говоря, все мы это будем с вами сегодня рассматривать. Мой доклад пройдет в формате от простого к сложному. У меня будут три фазы оптимизации сетевой, и, собственно говоря, первая из них будет выглядеть так. Можно мерить все, что угодно профайлером на одном соединении. На одном TCP-соединении меряем профайлером, берем любой профиль Wi-Fi, 3G, где-то намерили, оптимизируем и считаем, что это можно выкатывать в production, потому что мы ускорили. Это типа такая evergreen фаза простых оптимизаций, которые можно применять. Инструменты в этой фазе у вас очень простые. Это сетевой профайлер и сетевой администратор, который должен вам помочь настроить. Целью профилирования будут долгие запросы, передача больших данных, установки соединений. Потом мы перейдем в следующую фазу. Там будет уже важен профиль приложения. Мы будем профилировать не в рамках какого-то одного теста, а будем смотреть уже несколько TCP-соединений. Тут нам потребуются уже Traffic Shaper, бенчмарки. Нужно будет обязательно собрать статистику с ваших клиентов, чтобы проверить, что то, что вы улучшили у себя в офисе, и то, что вам показывало, что это дает классные результаты в продакшене, тоже дало такие результаты. Смотреть мы будем с вами на параллельные запросы и будем тюнить уже конкретный профиль приложения. И дальше мы перейдем в красную зону. С ней мы немножко познакомимся, только сегодня я в 5 часов вечера на митапе про нее попытаюсь рассказать больше. Там мы будем заниматься оптимизацией пограничных сложных случаев, типа смена IP-адресов, каких-то особенностей мобильных сетей. Будем исправлять все проблемы TCP, которые в нем найдем в течение доклада. И тут нам потребуется уже UDP, потребуется протокол QUIC. Надеюсь, кто-то его знает. Собственно говоря, да, по фазам что мы будем делать? Для каждой фазы я вам расскажу сетевую модель упрощенную. В первой зеленой фазе мы поговорим про установки соединения, вот эти слова типа TFO, TLS, slow start и так далее и тому подобное. Сделаем очень простые в игре оптимизации по сжатиям прогрессивно-адаптивной загрузки и так далее. Перейдем в желтую фазу, там потюнем congestion control, сравним HTTP 1, 1, 2, 0. И после этого пойдем в красную зону и будем все переписывать на UDP. Чего не будет в докладе? Не будет в докладе моделей оси, сложной теории, не будет математических формул вычисления пропускной способности с каким-то packet loss на каком-то расстоянии. Вся моя задача на самом деле этого доклада ликвидировать разрыв между клиентской разработкой и бэкэндом. Потому что все клиентские разработчики пишут классные приложения по гайдам, и серверные разработчики пишут классные приложения. Но иногда из-за того, что у всех немножко разные взгляды на то, как это должно работать, если их согласовать между собой, то прям все станет лучше. Итак, поехали. Гайды. Ну, наверное, вы все читали гайды. Видели там самое главное UI, UX, перформанс, безопасность. Поднимите руку, кто что-нибудь в гайдах про сети читал. Ну, серьезно. Ну, вот немного людей. Я вот тоже посмотрел, и на самом деле не очень-то нашел что-то в гайдах, которые бы нам говорили, как правильно пользоваться сетями. Везде написано, что батчите свои запросы. Google вам вообще говорит, главное не делайте их в UI трейде. Возьмите любой HTTP клиент, нормально. iOS тоже говорит, используйте URL session, все будет хорошо. Есть вот архивная документация, четвертый пункт. В iOS там немножко рассказано, как нужно оптимизировать для переменных мобильных сетей соединение, но ее зачем-то убрали в архив. Как вы думаете, что для пользователя важнее? Батчить запросы, экономить батарейку, или чтобы у вас приложение в плохих сетях работало? Вот сегодня мы будем заниматься именно не экономией батарейкой, а именно ускорять приложение. Итак, зеленая зона. Можем профилировать хоть на своем компьютере, хоть в офисе, хоть где. Все, что сможем напрофилировать, сразу же смотрим, выкатываем. Здесь в этой зоне хорошо справляется TCP IP, и можно многие вещи тестировать на одном соединении. Модель. Буду встречаться такие слова, быстренько скажу. Значит, roundtrip. Roundtrip — это время пинга, это когда вы отправляете пакет с клиента, он доходит до сервера, сервер вам незамедлительно отвечает обратно. Вот это время оборота — это roundtrip. Пропускная способность, bandwidth, да, как бы, собственно говоря, понятно, это сколько пакетов, ну не пакетов, сколько байт в секунду, бит в секунду вы можете доставить, меряется в мегабитах, можно в пакетах мерить. И, собственно говоря, в этой зоне наш протокол TCP. Все это смотреть не будем. Основная идея — у вас есть поток данных на уровне приложения, вы запихиваете в TCP, TCP упаковывают в пакеты, добавляют заголовочки. Иногда буду говорить такие слова, как MSS, max segment size — это тот размер, который можно впихнуть в один пакет TCP. Иногда буду говорить МТУ, max transfer unit. Тоже, в общем, размер пакета на определенном уровне, не будем сильно заморачиваться. Задачи TCP, с которыми он прекрасно справляется, вы все, наверное, знаете, это целостность данных. Он доставляет пакеты, собственно говоря, на другую сторону, проверяет их корректность и уведомляет вас о том, что вы их не смогли доставить. Он, понятное дело, выдает вам в правильном порядке эти пакеты, все они хорошие. Посмотрим, как внутри это выглядит. Вот сервер, например, отправляет какие-то данные на клиент. Отправляет он там дублевое количество пакетов. Он их отправляет сразу. На клиент они приходят каким-то интервалом. Вот если взять количество пакетов в секунду, умножить на размер пакета, получим пропускную способность. Сервер может ему ответить. Ответит он ему за roundtrip, за RTT. Вот, в данном случае клиент отвечает. Пусть клиент ему ответит. Так, оп. После того, как сервер получил acknowledgement о том, что пакет, который ушел на клиент, он его получил, он его может стирать. Этот пакет брать в другие пакеты и отправлять дальше. Профили, которые берем в стандартный Wi-Fi LTE 3G. Можем на своем телефоне выбрать этот профиль в настройках телефона, посмотреть вон там спид-тестом, как этот профиль выглядит. Ну и давайте, чтобы немножко так всем включиться. Я понимаю, обед был хороший, плотный. Задачка называется медленный интернет. Приходит к вам пользователь с Wi-Fi на 400 мегабит и хочет посмотреть какую-нибудь трансляцию, Apple из Калифорнии, и спрашивает, я смогу Full HD посмотреть или нет. Раунд-трип до сервера, который раздает, 250 миллисекунд. Пропускная способность 400 мегабит. Как вы думаете, сможет он посмотреть в Full HD или нет? Кто думает, что сможет посмотреть? А кто думает, что пользователь не сможет посмотреть? На самом деле я поздравляю тех и тех, вы все правы. Это будет зависеть еще от одного параметра. Он будет зависеть от размера буфера отправки на сервере. Как мы уже с вами говорили про модель TCP-шный, у вас есть буфер, вы отправляете пакеты, получаете acknowledgement, выбрасываете пакеты, вы уверены, что вы их доставили, берете дальше. Наверное, многие встречали такую настройку с send-receive буфер. Вот если он на сервере, например, 128 килобайт, то больше 128 килобайт вы не можете отправить за один раунд-трип. Это просто из принципа работы протокола исходит. Соответственно, если у нас раунд-трип 250 миллисекунд, мы берем наш размер буфера, делим на время RTT, аккуратненько переводим, остается сесть в 4 мегабита. Собственно говоря, из 400-мегабитного канала, только из-за неправильной настройки буфера отправки на сервере, у нас остался всего 1% канала. Естественно, вывод посмотреть пользователь не сможет в таком случае. Мы находимся в… Ну, собственно говоря, откроем настроечки, посмотрим. Клиентские настройки iOS, Android, они довольно с хорошим буфером. То есть Android у него 512 буфер, у iOS он автоматический. А вот на серверах ребята любят экономить, потому что коннекшенов много, памяти не хватает. Вот, народ любит ставить поменьше. Я вот посмотрел на каких-то бывают вот такие настройки. Мерил я это в офисе у себя, потому что на самом деле это очень простая оптимизация, тот самый в игре на оптимизация, когда вы можете простенько померить, понять, что стало быстрее и выкатить в продакшн. Вот я скачивал на своем Wi-Fi какие-то куски видео, смотрел, за сколько они качаются и просто оптимизировал буфер. Решил, что 256 килобайт вполне хватит. Поэтому обязательно посмотрите, спросите ваших бэкэнщиков, какой у вас там размер буфера, если вы передаете большой объем данных, и для вас это критично. Давайте пойдем дальше. Установка соединения и профилирование. Как я вам сказал, ваш основной инструмент профайлер. Открываем профайлер, смотрим пики вообще, когда у нас стартует приложение, и начинает получать данные. В принципе видим, что сеть вообще простаивает все это время. То есть мы вроде находимся в ожидании данных, а сеть у нас простаивает. Отлично, давайте разберемся, как вообще выполняется запрос на сервер. Положим, вы идете в какой-то API. Ну, понятно, первое, что у него начинается, это у вас DNS lookup, с ним вы ничего не сделаете, сегодня мы его оптимизировать не будем. На самом деле можно оптимизировать, можно IP-шку сохранить на клиенте и попробовать без DNS ударить. Если повезет, то будет работать. Соответственно, дальше хитрая штука. Установка соединения тратит время, потом у вас еще SSL устанавливается, и потом только вы начинаете выполнять запрос, потом его процессит сервер, который обычно это довольно быстро делает. У нас там, не знаю, 50 миллисекунд, наверное, среднее время выполнения всех запросов, может и быстрее. И, соответственно, вы дальше получаете респонс. Получается, все это время у вас сеть простаивала в ожидании того, пока вы занимаетесь какими-то установками соединений. Если эти все установки соединений перевести в раундтрипы. Сегодня, кстати, вчера был хороший доклад про latency numbers в iOS. Там все было в наносекундах, все было очень быстро. А сегодня у нас latency numbers в мобильных сетях. И тут, собственно говоря, все совсем не быстрое. И для 3G-сети просто установить такое соединение, в лучшем случае, если вам повезет, будет 1 секунда. Если не повезет, может быть 3. В 4G чуть-чуть быстрее, от полусекунды до секунды это будет происходить. Ну и вот, собственно говоря, аккуратный расчет в раундтрипах, за сколько устанавливается соединение. Мы сейчас с вами подробно все стадии рассмотрим, посмотрим, как это все можно ускорить. Ну, да, договорились, что DNS мы сегодня не оптимизируем, мы оставим это серверным разработчикам. Установка соединения. TCP, handshake, наверное, все знают. SYN, SYNAC. После того, как вы установили соединение, вы отправляете данные, свои первые. Есть, очевидно, что это долго. То есть, если у вас проводной быстрый интернет 20 миллисекунд, это все быстро. Если мобильное соединение, логично, надо ускорять. Конечно, ребята придумали, сделали TCP fast open. Если он уже этот сервер видел, он сохраняет себе куки и может с этим куки сразу же выполнять запрос и устанавливать соединение одновременно. Классно, здорово, быстро. На сервере. Ну, на сервере, чтобы сделать поддержку, надо посмотреть, как у вас правильно написан сервер. Можно не сильно вдаваться. Главное, чтобы он начинал отправку с SYN2 и с флагом MSG fast open. На Linux 4.1 это все можно включить. Можете попросить разработчика проверить. А вот тут будет немножко интересно. В iOS 9 fast open включен, а вот в Android на 9+. Android только стала появляться, и на 8.1 смотрели, и еще нет до сих пор. То есть вы на самом деле делаете это довольно долго каждый раз. Теперь дальше перейдем в следующую зону и установку безопасного соединения. Ну, понятно, сейчас все TLS SSL используют. Как вообще посмотреть, почему такая установка соединения долгая? Давайте разбираться. Вот я взял, пинганул Google, посмотрел, пинг 220 миллисекунд. Скачал гугловую страничку по HTTP 230. TCP fast open у Google включен. Вы просто моментально получили. А вот теперь HTTPS скачал ту же самую страничку уже 800 миллисекунд. Это вот реально, то есть у вас приложение стартует, вам нужно выполнить какой-то запрос в начале. Вот вы минимум 800 миллисекунд можете потратить. Собственно говоря, это TCP TFO. Установка соединения за один раунд-трип, а это вот то, что нам еще TLS делает. Не будем сильно вдаваться в то, что там происходит. Очевидно, что раунд-трипов много, пока он обменяется ключами. Соответственно, к нам на спасение пришел 0RTT в TLS 1.3, который говорит, что если вы этот сервер уже видели, то можно ускориться и за один раунд-трип прямо сразу отправить свой сэшн-тикет, который у вас есть. Но TLS 1.3 выключен по умолчанию даже в последнем iOS, и в Android я не знаю, есть ли он. Поэтому, собственно говоря, Facebook с собой таскает большую библиотеку FIS для того, чтобы сделать это. Ну и, собственно говоря, вы заложники, вам надо либо переехать на нее, либо продолжать использовать TLS вот с таким количеством раунд-трипов. Я потом в конце в красной зоне расскажу, как можно этого всего избежать. Дальше. Мы все еще устанавливаем соединение. Потратили время на открытие соединения, на установку соединения на TLS. Дальше есть еще такая штука — алгоритм окна. Идея в том, что очевидно, что серверу не стоит сразу же, допустим, или клиенту, когда установят соединение, заваливать кучу пакетов в сеть, они все пропадут, он не знает размер пропускной способности, пропускной способности сети, поэтому начинает разгоняться плавно. Он отправляет, например, два пакета, ему приходит ответ, он отправляет четыре, ему приходит ответ, он отправляет восемь. И так плавно разгоняется до тех пор, пока сеть не перегрузит. Ну, сейчас дефолтный в TCP размер окна 10 пакетов, и он так удваивается. 20, 40, с каждым раунд-трипом вы разгоняетесь быстрее и быстрее. Что с этим всем можно сделать? Собственно говоря, установка соединения дорогая. Там и DNS, и установка соединения, и TLS, и разгон этого соединения. Соответственно, основная штука — нужно реюзать коннекшены из того, что мы можем с вами сделать в зеленой зоне. Ну, давайте посмотрим, какие там еще есть проблемы в переиспользовании соединений. Ну, наверное, в URL session, в iOS там все из вас используют. В Android я посмотрел в Vogue HTTP клиенте. На самом деле клиентов много. Стандартный встрой на HTTP клиент, он, конечно же, будет реюзать коннекшены. Там есть еще настройка, сколько максимум коннекшенов у него до одного хоста. Если вы что-то сами делаете, какие-то сокетные соединения, используете, пишете что-то сами, ни в коем случае не грохайте эти соединения, старайтесь их по максимуму переиспользовать. Но даже в этом месте есть некоторые особенности. Дело в том, что вам для поддержания соединения потребуется использовать Keepalive. Это для того, чтобы вы все периодически с сервером обменивались каким-то пакетиком. Это не то, чтобы для того, чтобы прям вот сокетный тайм-аут не провалился. Нет. Дело в том, что есть такой эффект, как NAT-unbinding. Ну, давайте, кто из вас знает, что такое NAT вообще? Ну, много людей, отлично. Все знают, что есть у вас какой-то внутренний адрес, есть какой-то маршрутизатор, который делает маппинг между портом внутренним и айпишкой, и портом внешним. Соответственно, эти таблицы вымываются, и если вы не используете, то он эту запись удаляет. Соответственно, вот это вот времена, вероятность того, что вы потеряете данные, если у вас пакеты по этому соединению не отправлялись. Вот 50% вы потеряете уже секунд через 70-80, поэтому оптимальный keep life в гайдах где-то рекомендует от 15 секунд. Ну, и здесь видно, что, например, 30 секунд — это неплохо. Вы там будете терять меньше 3% пакетов. Еще такая особенность. Добрый TCP для того, чтобы улучшить качество по старой привычке. Если вы не пользуетесь соединением, начинает разгонять окно заново. Поэтому обязательно попросите, чтобы ваши серверные разработчики отключили эту опцию, если вы собираетесь реюзать соединение в долгую. Так, ну, здесь мы с вами в зеленой зоне пооптимизировали простые вещи. Ну, на самом деле ничего не может сравниться с тем, что если вы вместо передачи данных попробуете оптимизировать, и эти данные не передавать или передавать меньше. Простая и интересная сетевая оптимизация, которая вам может помочь, это, например, поработать с картинками. Хотя бы посмотрите, сколько они у вас занимают. Одним из таких направлений может быть переход с JPEG на WebP. Вот здесь примерно две одинаковые картинки. Одна — 152 килобайта, другая — 93. Формат WebP его Google продвигает уже довольно давно. Собственно говоря, доступен он в Chrome, наверное, уже года 4 его умеет. И, соответственно, все YouTube и Google сайты используют через Chrome браузер WebP. Какие плюсы? Плюсы очевидны. Можно передать на 40% меньше данных. Никакие ускорения установки соединений вам не позволят сэкономить столько в скорости. Есть некоторые минусы, значит. Ну, из плюсов она работает, там поддержка есть во фреско, в глайде, есть в Y-Y-Image, например, в iOS. На сервере есть библиотека, которая вам может все JPEG спокойно в WebP сконвертить. Плюс вы экономите трафик. Из минусов для того, чтобы ее сжать, требуется больше вычисленных ресурсов. И сжатие не параллелится на GPU. Это именно будет больше проблема сервера. Возможно, технически это будет не очень просто сделать именно с серверной стороны. Для вас, конечно, лучше использовать какие-то форматы и контролировать размер картинок. Еще интересная оптимизация. Так как мы помним, что установка соединений там очень дорогая, и вот вы пытаетесь рисовать какую-то, например, ленту в приложении, вам приходят данные. Иногда можно картиночку запихнуть в эти данные. Если использовать WebP, то вот эта картиночка от 200 до 400 байт весит. Ее можно прямо зафигачить в JSON или еще куда-нибудь, потом по AppScarry заблюрить. Такие оптимизации для пользователей полезны. Они видят, что есть какие-то данные, их дожидаются. Мы бы получили порядка 3% прирост на просмотрах. Про видео. Не качайте MPEG-4 на клиента и не проигрывайте. Пытайтесь использовать стриминг. Вот здесь ссылочка на мой доклад про то, как делать стриминг. Главное использовать прогрессивные форматы. Это не тема доклада. Сегодня двигаемся дальше. Обязательно проверьте, что у вас сжатие включено. Бывают такие штуки, что люди просто про это забывают. Стандартный Gzip, Deflate, он вполне себе хорош. Наверное, многие слышали, что сейчас все продвигают LZ4. Ну, Telegram, например, использует для сжатия LZ4. Мы померили его эффективность. Сжимает он процентов на 20 хуже, чем стандартный тот же самый Gzip Deflate. Но при этом он быстрее для сжатия для сервера. Он экономит сервера. Поэтому вам, в принципе, как клиентским разработчикам, гораздо проще пользоваться стандартными встроенными. При этом, если у вас данных немного, до 300 килобайт, то стандартный Gzip решит все ваши проблемы. Что еще? Еще есть кэширование. Понятно, что можно настроить фреско Y для имиджа, для кэширования. Это все очень просто. Постаньтесь кэшировать все immutable данные на клиенте. А для всех остальных данных есть и тег. Что это? Собственно говоря, когда вы отправляете запрос на сервер, например, там, не знаю, список ваших друзей, или, не знаю, какие-то события, еще что-то, не знаю, предложение от банка коммерческие. Вот. Сервер вам отвечает не только данными, но и отвечает еще некоторым и-тегом, который, ну, может быть, вычлен как хэш-код от этих данных. Вы сохраняете себе этот и-тег вместе с этими данными, и когда в следующий раз делаете запрос, вы передаете этот и-тег, и если ничего не изменилось, сервер вам просто отвечает там, типа, 304, ничего не поменялось. Вот. На этом вы тоже сможете хорошо сэкономить на трафике. Во что кэшировать? Тоже не будем сильно останавливаться. Понятно, что обычный LRU кэш решит 80% ваших задач, но если хотите сильно поизвращаться, есть еще LFU, есть 2Q кэш. 2Q кэш процентов на 10 будет эффективнее, в среднем случае по отношению к LRU. Вот ссылочка есть, если вам будет интересно. Итак, к концу подходит первая часть, зеленая зона. Проверьте send receive буфера, переиспользуйте обязательно соединение. Проверьте TFO, TLS, Keeper Life и прочие вещи, жмите кэшируйте, избегайте избыточной передачи данных. Так, дальше желтая зона будет уже чуть-чуть сложнее. Карточка желтой зоны. Наши улучшения будут касаться конкретного профиля приложения. Нам потребуется уже Traffic Shaper. Это может быть встроенный в Mac Traffic Shaper, на Linux это утилита TC. Нам потребуются уже профили сети, статистика с клиента. Все немного-немного усложняется. Здесь кроме Roundtrip и Bandwidth у нас еще появится Packet Loss. Как TCP борется с Packet Loss? Ну, очевидно, вы отправляете пакеты. SER отправляет пакет, он не дошел. Как-то он узнает. Для этого есть разные алгоритмы. И повторяет отправку. Давайте просто покрутим немножко утилизацию. Я настроил шейпер. Настроил шейпер на мегабит загрузки и раздачи. Включил TCP, начал качать данные. Утилизация канала 99%. Включил Packet Loss 5%. Утилизация канала 75%. То есть на самом деле, потеряв 5% пакетов, у меня качество сети упало на 25%. После этого я еще увеличил пинг до 220, и у меня уже осталось меньше половины канала. А потом я начал вот что сделать. Стал увеличивать количество соединений. И утилизация стала расти обратно. Я называю это кривая неэффективности TCP. Вначале у нас есть нулевой Packet Loss, и мы можем одним TCP-соединением прекрасно утилизировать весь канал. Потом у нас появляется процентный Packet Loss, у нас падает. Утилизация 2-3 падает. К 5% во всех алгоритмах остается уже меньше половины канала. И дальше мы начинаем возвращать. И где-то к 4 соединениям, на самом деле дефолтная настройка во многих клиентах по количеству соединений к серверу, у вас как раз утилизация вернется на 95%. Соответственно, вот как раз опция, которую можно поставить к максимальной количеству соединений до хоста. Но всегда здесь есть некоторые тредов, между тем, что большое количество соединений, их нужно будет долго открывать, каждый из них. И, собственно говоря, малое количество соединений вы не до конца будете использовать возможности канала до этого сервера. Чтобы чуть больше еще продвинуться в тюнинге, разберемся, что такое congestion control. У нас есть некоторый роутер, например, в сети, ну или просто какая-то абстрактная сеть. Вы валите туда пакеты. Часть доходит, часть пропадает. Вы валите еще больше туда пакетов, они все пропадают. Задача congestion control сделать так, чтобы вот этого не происходило, не происходило перегрузок. Вот наш алгоритм окна. Если у нас окно размером 1, вы пакет отправляете, получаете acknowledgement, шлете по одному пакету. Если у нас размер окна дальше увеличивается 4, вы можете за раз послать 4 пакета и после этого, получая acknowledgement, посылать дальше пакеты. Как мы уже с вами говорили, окно у нас разгоняется. И когда у нас случается перегрузка в сети, окно обратно уменьшается. И дальше пытается разогнаться, понять, что там происходит. Как это выглядит с точки зрения маршрутизаторов, ну и сети, собственно говоря. Вы грузите пакеты, они равномерно идут. Потом вы начинаете перегружать сеть. Ой. Вот так. Вы начинаете перегружать сеть, у вас появляется очередь на маршрутизаторе, и пакеты начинают, вы их отправили моментально, они начинают медленно доходить до клиента. И в какой-то момент они начинают пропадать. Маршрутизатор умный. Как он вообще живет? Он смотрит, что у него выходной канал начинает заканчиваться. Он знает, что все алгоритмы окна работают так, что если пропал пакет, они его схлопывают. Он начинает рандомно дропать пакеты, пока сеть не кончилась. Все получают обратный фидбэк по поводу того, что что-то перегружено, и начинают разгонять окно заново. В сетевых congestion control, которые были раньше для проводного интернета, packet loss означал перегрузку. Соответственно, они работают так, что если у вас 5% packet loss, то у вас почти ничего не работает. Но у нас сейчас мобильный интернет, и пропажу пакета, в общем, собственно говоря, это ничего, вы зашли за дерево, у вас там Wi-Fi моргнул, не знаю, машина проехала. Поэтому congestion control, конечно же, эволюционировал. И от старых congestion control, которые оперировали на loss, потихонечку стали переходить к congestion control, которые контролируют не только потерю пакетов, но и задержки. Вот в 2016 году Google сделал свой новый congestion control BBR. Его основная идея, если его сравнивать со стандартным кубиком, стандартный алгоритм, не будем вдаваться в детали, кубик сейчас почти везде и повсюду. Если вы что-то берете дефолтное, там будет congestion control кубик. Если посмотреть BBR и сравнить его с кубиком, то BBR подстраивает окно по задержкам про отправки пакета, а кубик дожидается лоса. Если посмотреть на график, график у нас по оси X время, просто работы соединения, а это задержки, задержка между отправкой пакета и получением на клиент. Видно, что кубик забивает всю очередь на маршрутизаторе, до какого-то лимита доходит, теряется пакет, очередь он уменьшает, живет дальше. BBR прекрасен тем, что он гарантирует вам latency от клиента до сервера. Кажется, что это типа спасение. На самом деле нет, потому что в сетях еще есть такая штука, как jitter, и, собственно говоря, пакеты у вас приходят неравномерно. Вот я сайт highload допинговал. Там пинг то за 120 сработает, то за 220, то за 176. Если посчитать такую характеристику, как jitter, то это среднее между дельтами всех пакетов, он там 50 миллисекунд. Иногда, когда вы, кстати, еще если включите спид-тест, то можете посмотреть, он вам кроме скорости еще может jitter выдавать. Если вот у вас jitter примерно сравним с пингом, то BBR работать будет крайне плохо. Поэтому BBR, с одной стороны, минимизирует задержку, или рейтинг пакетло, с другой стороны не любят jitter. Давайте посмотрим, что вообще с этим всем делать на практике. Это трафик нашей социальной сети. Он там порядка больше 2 терабит в секунду среднепиковый вечером. Это трафик по разным сервисам. В сервисе, понятно, есть API, музыка, фото и прочие вещи. И, собственно говоря, большое-большое видео. Итак, собственно говоря, из рекомендаций. Если у вас какое-нибудь получение картинок, то Qubic вас вполне устроит. BBR прекрасно подходит под видео. То есть если вам нужно стримить видео, передавать, вы играете где-то видео, BBR это прямо для вас решение. Есть еще Westwood, который неплохо работает в мобильных сетях, и иногда для API он может быть полезен. Самая главная проблема здесь, что нельзя сразу кидаться и говорить, давайте включим вот для вашего профиля вот такой congestion control. Обязательно нужно собрать статистику с клиентов по времени исполнения запросов, по задержкам и прочему, и уже после этого попросить, чтобы вам на сервере его поменяли и сравнить ощущения. Мы по видео сравнили ощущения, поменяли на BBR, он доступен с Linux ядра 4.9. У нас, собственно говоря, после его включения суммарное время смотрения видео с этого сервера выросло на 6%. Ну и, собственно говоря, Google то же самое заявляет по YouTube. Если у них не Quick, то у них congestion control BBR. Движемся дальше или что на клиентах. Как я и говорил, у всех дефолтный кюбик, и, соответственно, если вам нужно что-то делать с этим, то можно либо смириться, либо оптимизировать. Вот один из таких примеров оптимизации это загрузка. Если вам нужно грузить большие куски данных, например, там видео или еще что-то, вы можете взять это, распараллелить, например, на те же самые 4 соединения, загрузить их и получить ускорение. Ну вот пример того, как мы ускоряли загрузку видео. Собственно говоря, слева грузится в одно соединение, оно быстрее установилось. Одно соединение не грузит уже. Справа соединение 4 устанавливалось, видимо, и дальше они погнали. Ну, собственно говоря, в среднем мы получили прирост по загрузке до трех раз. Следующая часть, как мы говорили, мы находимся в желтой зоне, поэтому нам нужно работать с конкретным профилем приложения. Ну, предположим, профиль приложения лента. Первый запрос API, получили ответ, получили картинки, пошли за картинками. Сравнимо для этого кейса HTTP 1.1 и 2.0. Это, собственно говоря, два стека, в принципе, не сильно, что отличается. Немножко legacy стека 1.1 и, собственно говоря, новый 2.0. Простой кейс. Я пошел, включил на Nginx HTTP 2.0, померил. Ничего не изменилось. Лучше не стало. Иногда, может быть, даже хуже. Почему? Посмотрим, как HTTP 1.1 работал. Вот вы запросили API, вам сервер ответил, запросили картинку, вам сервер ответил. Какие здесь очевидные минусы? Ну, вы ждали все время, пока маленький ответ API придет, ждали очень долгий раунд-трип. Очевидная вещь, которую можно делать в API, ой, в HTTP 1.1, это батчить. Многие API позволяют делать несколько запросов за раз и получать сразу же ответ. Это оптимизация для 1.1. HTTP, собственно говоря, запросить сразу 2 и получить это без лишнего раунд-трипа. Минус задержки. Если один запрос не выполнился, вы второй не получаете. Вторая оптимизация, понятное дело, connection pool. Вы несколько устанавливаете соединений и параллельно грузите. Хорошо, но они друг другу мешают. API вам явно важнее картинки, и у вас есть проблемы с конкуренцией. Еще такой хитрый вопрос. Кто знает, как в HTTP 1.1 или вообще как в вашем HTTP клиенте отменить загрузку данных? Например, вы качали картинку, пользователь ее убрал за экран, нужно отменить. Кто вообще отменяет? А из тех, кто отменяет, вы знаете, что там происходит? Ну, два варианта. Либо он на самом деле дожидается, пока все приедет, и ему все равно, или он грохает connection, если он на 1.1, и начинает его заново восстанавливать все то, что мы с вами посмотрели в начале. Соответственно, возможности отменить там нет. Поэтому для этого придумали наше спасение HTTP 2.0. Он бинарный, там сжатие заголовков неинтересно. А дальше говорят такие вещи мультиплексирование, приоритизация, отмена загрузки и сервер push. Посмотрим быстренько. У нас мультиплексирование позволяет сделать несколько запросов, попросить API, картинку, сервер сразу отвечает картинкой, появляется высокопаритетный API, он его втискивает по середине картинки и дальше досылает картинку. Но для того, чтобы это заработало, вам нужно адаптировать приложение. Сервер push, вы просите API, сервер знает, что кроме API вам еще потребуется картинка. Он вам сразу же ее отправляет, не дожидаясь, пока вы эту картинку запросите. Вам тоже нужно для этого адаптировать ваше приложение. И, собственно говоря, еще пример. Есть доступная нормальная отмена загрузки, вы можете послать команду stream.reset, которая отменит определенную передачу данных без того, чтобы убить ваше соединение. Поэтому, чтобы ваш HTTP 2.0 работал, это нужно не просто на Nginx включить что-то, а нужно еще и на клиенте попрограммировать. Вы получите профит. Итого, желтая зона. Соберите обязательно статистику с клиентов по исполнению запросов, по времени отрисовки первой страницы и так далее. В случае скачивания больших данных подберите правильный congestion control, в случае загрузки параллельте, если вы много грузите на сервер, делайте batching, pooling для HTTP 1.1 и адаптируйте приложение под HTTP 2.0. Ну и не забудьте всю зеленую зону и все наши эво-green optimizations, которые мы сделали ранее. Желтая зона. Все ли хорошо? TCP-то у нас старенький, а мобильные сети все развиваются, в 2020-м уже 5G обещают. Стандартная TCP-проблема. Вы делаете два запроса, сервер хочет отправить API, один и второй, и у вас в сети один пакетик пропал. После этого у вас все пришло, запросы все готовы, второй запрос API 1 уже давно висит, лежит прямо в TCP-буфере, но он TCP не отдаст, потому что у вас правильный порядок, и эта проблема называется head-offline-блокинг, и на TCP вы с ней ничего не можете сделать. И все наше прекрасное мультиплексирование и приоритизация HTTP 2.0 утыкается в неэффективность TCP. Следующая интересная штука это переполнение буферов на TCP. Сервер отправляет вам огромную картинку, вы просите API. Что ему делать, если уже вся картинка лежит в буфере, она куда-то там уходит? Сервер ничего не может сделать, просто давает в конец. Соответственно, плохо работает приоритизация поверх TCP, плохо работает сервер push. Теперь мобильные соединения. Если HTTP 2.0 поверх TCP для веба это хорошо, то для мобилки это очень спорная вещь. Соответственно, packet loss всегда приводит к head-offline-блокинг, а сменный переменный битрейт на мобильной сети приводит как раз к буфингу. И все вот эти прекрасные оптимизации HTTP 2.0 не работают. И для того, чтобы вот это все нормально завести, и чтобы оно заработало быстро, нам придется переместиться в красную зону. Я немножко задержу, буквально минут на 5-10. Вопросы вы мне зададите, когда у меня будет метап в 5 часов. Итак, красная зона. Работать мы с вами тут должны обязательно со статистикой. Возможно, вам придется писать свои трафик шейперы для этого. И наш главный инструмент это UDP и Quick. Так. Что мы будем делать в красной зоне? Мы будем писать User Space протокол, и они будут не в ядре исполняться. Мы решим Head Offline и буферизацию. Там же можно решить проблему смены IP на лету. Это делается очень-очень легко. Вы просто запихиваете ID-шку коннекшена в каждый пакет, и если клиент поменял свой IP, сервер понимает, что теперь нужно отвечать другой IP. Там есть свои подводные камни, но это легко. И что мы еще делаем? Это примитивное исправление ошибок Forward Error Correction, или в простонародье эффект. В простом виде выглядит очень просто. Если вы знаете, что у вас есть канал с потерями данных, вы можете просто добавить к SOR пакет и, собственно говоря, исправить ошибку потери, допустим, от этого одного пакета. Там тоже есть много всяких интересных вещей. Неожиданно, но Google всем этим уже занимается с 2013 года. И разработал свой протокол Quick. Вот, собственно говоря, с одной стороны HTTP 2.0 поверх TLS-TCP, а с другой стороны Quick, который в себя инкапсулирует TLS, который сразу же вам поддерживает ZeroRTT в UserSpace, и вам не надо ждать, пока все андроиды обновятся, и кто-то вам включит ZeroRTT. Он работает поверх UDP. Он также обеспечивает целостность данных, мультиплексирует, приоритизирует, и поддерживает вот эти вещи типа FEC, IP-мигрейшн и прочие прекрасные вещи. Очень много критичных статей, которые называются WhyQuick NotSoQuick. Может, сейчас быстро гуглануть, сразу найдете такие возгласы, и это нам пишут, что пока Google говорит, что на Quick'е у них загрузка страниц выросла, поиск работает быстрее, YouTube пользователи довольны. Я тут, в общем, померил все. Вот, скачал кусок 10 мегабайт по TCP и по Quick'у. Разницы никакой. Вот. Соответственно, либо нас обманули, либо мы с вами в красной зоне, и нам нельзя качать, проверять Quick, просто скачка 10-мегабайтного куска данных. Нам нужны параллельные запросы, нам нужно приложение поверх HTTP 2.0, и нам нужны установки, смена IP и так далее. На ровном отправке куска данных понятное дело, что Quick не выиграет. Собственно говоря, всем этим критикам всегда можно говорить, что будущее уже наступило, потому что YouTube, Google, когда вы приходите на них с Хрома, всегда работают по дефолту по Quick'у. Поисковая строчка в Android тоже работает по Quick'у. Google Drive в следующей версии будет тоже на Quick'е. Ну и, собственно говоря, если кто-то смотрел, то на VVDC Apple тоже обещал поддержать в следующем релизе Quick. Есть, конечно, определенные статьи, которые говорят, что UDP, юзер-спейс, для протокола это плохо, но UDP недоступен сейчас менее чем в 3%. У 3% пользователей тогда все просто фоллбетчится на TCP. По UDP работает сейчас в AIP давно уже, то есть всякие звонки все работают на UDP, Quick работает и многие игры работают по UDP, поэтому, в принципе, все меньше и меньше сетей, которые бы блокировали. Есть такая штука, что на TAN binding на UDP случается быстрее, чем на TCP. Ну, тут надо просто пинг сделать почаще, например, 15 секунд, и это вполне решаемо. Окей, пропустим тот слайд. В общем, как выглядел стэк в 2000-х? Это был HTTP 1.1, сейчас современный стэк HTTP 2.0, TLS 1.3, который еще не дошел до нас, но я думаю, что в 2020 каком-нибудь году будет какой-то аналог квика или, возможно, будет квик, это будет протокол именно UDP TLS в юзер-спейсе, а не вот такой слоеный пирог. Теперь, собственно говоря, о минусах и трудностях квика. Он вездеход, и он должен работать, собственно говоря, везде. Мы померили наши мобильные сети, у нас там в мобильных сетях средняя пропускная способность 1.1 мегабита, там packet loss 0.1%, есть RTT по 300 миллисекунд, есть всякие страны, у которых packet loss больше 3%. Посмотрели, вообще разбили на сети, увидели, какой у нас ужасный есть у пользователей мобильный интернет и поняли, что квику, который хорошо работает поверх проводных, беспроводных, работает на вебе везде, он как полная замена TCP, ему очень трудно, ему надо и с видео справляться, и с фото, и с картинками. Поэтому мы решили попилить и попилить свои протоколы. Мы посмотрели, как выглядит трафик видео, то, что у нас соединение разгоняется, потом идет видео. Вот, поняли, что нам нужен протокол, который для стриминга видео, который, собственно говоря, гарантирует низкие задержки. Поняли, посмотрели, как у нас работает приложение лента, поняли, что основной трафик пиковый, и там нет задачи с нескольной задержкой доставлять каждый пакет, нужно доставлять непрерывный кусок данных. Там фотографию 100 килобайт, доставил, доставил. Там можно внутри перепутывать все, что угодно, главное, чтобы она доехала. Особенность протокола это импульсная передача, планировщик, отмена загрузки. Ну, собственно говоря, мы написали и то, и другое на UDP. Отлично, еще есть время. Стриминг, стриминг у нас, приложение выглядит вот так, нужно моментально быстро доставлять то, что стримит пользователь до клиента. Предметная область, низкие задержки. Ой-ой-ой, тороплюсь. Так, 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 отлично. У нас там есть потоки аудио-видео. Логично, что аудио нужно обязательно доставлять. Видео можно терять, пакеты кодек это поправит. Гарантия задержки. Мы говорим, что аудио, если оно становится больше 500 миллисекунд, оно не актуально, потому что начинает накапливаться задержка до клиента. Мы, собственно говоря, впилили вот такой протокол. Там тоже, что ж такое-то. Кликер, кликер. Там поддержали все эти мультиплексирования, приоритизацию, решали задачу гарантии задержки. Соответственно, либо пакет доставлен за время N, либо мы его просто дропаем. Есть доклад в хабре Олега Бунина, в котором как раз очень описано детально, как этот протокол работает. Из плюсов мы получили гарантию задержки на стриминге меньше секунды, получили Android-приложение, первое, которое Full HD стримит в мобильных сетях, и перешли к написанию UDP протокола для API и для фото для импульсной передачи данных. Предметная область у нас была лента. Мы, собственно говоря, вот это все сделали. Добавили туда поддержку IP-мигрейшн, T-Loss Probe, SoftFec, ZeroRTT и прочие штуки. О них я вам расскажу на митапе. Ну и давайте посмотрим. Вот левое видео играет. Вот слева все приехало на нашем протоколе поверх UDP со всеми этими плюшками. Давайте посмотрим второе видео, теперь которое справа. Ну, собственно говоря, это не настроен специально пакет-лосс, ничего. Это стандартная обычная 3G-сеть на телефоне включена, даже без пакет-лосса. Вы можете получить вот такой прирост. Супер, мы поборолись. Мобильного плохого интернета у нас не так много на портале. Получили прирост порядка 10% скорости по каждому из этих направлений. Но есть особенность, что очень трудно померить средний, очень трудно померить перцентиль в этой задаче, потому что у нас большее количество пользователей стали делать больше запросов, потому что запросы стали выполняться, и мы втащили себе медленные запросы. Поэтому, на самом деле, померить прирост, он среднего вот такой, но на самом деле, я думаю, сильно больше. И в ленте мы там добились порядка 1% прироста смотрения. Вот хитрый вопрос, нужно ли вам так сильно заморачиваться в красной зоне ради одного этого процента. С другой стороны, если у вас большое приложение, и вам это выгодно, почему нет? Красная зона. Переходите на или свои UDP протоколы, или на Quick. Обязательно, если будете писать свой UDP, берите узкую задачу, потому что Google рано или поздно Quick перевезет. Обязательно мультиплексируйте, приоритизируйте. Напишите свой профайл, чтобы это все смотреть. Помните про безопасность, если будете писать протоколы. На митапе можно мне позадавать эти вопросы. И там мы немножко поговорим о всяких атаках. Типа UDP Amplification. Если кто-то знает, что это, тоже приходите, все спрашивайте. Выводы. Вы, собственно говоря, все это прослушали. Что делать? Надо ускорять свой интернет, использовать разные протоколы, congestion контролы, обязательно согласуйте инструменты и методику. Если вы что-то делаете в зеленой зоне, можно померить прям локально. Если вы в желтой, собирайте статистику с клиентов, убеждайтесь, что в продакшене получилось ровно то, что вы ожидали. Или вариант более детальный. Я все прослушал. Что же мне с этим делать? Ну, начните с того, что просто возьмите профилировщик, посмотрите, что ваше приложение тянет. Сожмите и закешируйте все лишние данные, которые вам не нужны. Сделайте в игре на оптимизации TCP, типа TFO, там, send receive, TLS, прочая вещь. Дальше надо собирать статистику, выбирать правильный congestion control, пролилить передачу больших данных. Ну и не надо писать свой UDP, возможно, можно подождать квик. Спасибо. Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok